Почему мы толстеем всё стремительнее год от года и как еда спасает от стресса? Плюс две практики в этом видео. Хотите страниц, смотрите видео и проходите бесплатный тест на психологические причины лишнего веса по ссылке под видео. По наблюдениям диетологов, темпы набора веса за последние 30 лет сильно ускорились. Сейчас человек может набрать 20 кг за полгода в год, а людей с ожирением стало больше. Темпы роста лишнего веса среди мужчин сильно повысились и догоняют женские. Объективные параметры, такие как размеры одежды, медленно, но верно сползают в сторону увеличения. То есть 44 размер сейчас уже просторнее, чем 44 размер 30 лет назад. Почему так происходит? Стало больше дешевой некачественной еды. Вырос темп жизни, в который уже плохо встраивается здоровое питание. И возросло информационное давление, которое само по себе является стрессом. Вдумайтесь, такое количество единиц информации, которые мы воспринимаем сейчас каждый день, человек 100 лет назад получал за целую жизнь, а то и не получал даже. И наш мозг всю эту информацию перерабатывает и защищается от переизбытка информации. А как мозг защищается? Он попросту тупит. Замедляются все процессы, возникают заторы в нейронных связях, как пробки на дорогах. И от информационного стресса возникает реакция. Ну их всех пойду поем. Конечно, мы это все не осознаем. Мы просто идем и едим. Потому что жевание помогает мозгу тупить. И еще имейте на это законную паузу. Вот сделай паузу, скушай твикс. Нас прямо на это программируют. Исследования мозга показывают, что при лишнем весе как бы затуманено сознание, снижена продуктивность умственной деятельности. И это проявляется в том, что мозг отключает от осознания какие-то процессы, чтобы они происходили на автопилоте. Например, жевание. И вот вы знаете, что от переедания толстеют, но продолжаете жевать. А причинно-следственные связи между явлениями нарушаются. Например, вы в курсе, что от шоколада целлюлит. Но вы все равно едите шоколад. А вы по каким причинам и в каких ситуациях переедаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что важно не просто об этом подумать, но вывести ваши мысли наружу через действие. Буквально пальчиками по клавиатуре. Это конкретное психологическое упражнение, которое уже помогает снизить влияние еды на вас. Задуматься и ответить на вопрос, в каких ситуациях вы переедаете. Я уже молчу про другие виды стресса, которым мы подвергаемся. Негативная информация с экранов телевизора, авралы на работе, финансовый кризис, кризис в отношениях. Когда я спрашиваю своих старших родственников, по поводу чего стрессовали они в свое время, получается, что при всех других минусах социализма жизнь была значительно спокойнее. Время проводили в очередях, старались не выделяться. А сейчас, наоборот, время индивидуальностей. И еще один стресс – быть не как все. Быть успешным, креативным, привлекательным. Чтобы оценили. В высоком темпе жизни, при высокой конкуренции, лишний вес становится эпидемией даже в Китае. Это одна из самых здоровых наций с традициями низкокалорийной качественной еды. Так что не стоит перекладывать ответственность за рост лишнего веса на некачественную еду. По меньшей мере, не только в этом причина. Под действием всех этих стрессов наш мозг ищет тихую гавань. То, что дает ощущение успокоения. Что можно делать на автоматизме, не включая голову. И от чего можно получать удовольствие. Эврика – это еда. То, что объединяет. Пообщаться за едой с другими людьми. Или пообщаться с книгой, с фильмом. Погрузиться в чью-то чужую жизнь, мерно зажевывая вкусняшкой. Еда объединяет нас в сообщество стройнеющих. И нам всегда есть о чем поговорить. Такой вот доступный антистресс. Почему еда успокаивает и почему нас к ней тянет, расскажу в следующих видео. А прямо сейчас еще одна маленькая практика. Задавайте себе вопросы типа «Почему я сейчас ем?» «Что я сейчас чувствую?» «Для чего мне нужна еда?» Просто задавайте вопросы без ожидания, что от этого вас перестанет тянуть поесть. И поделитесь в комментариях, какие ответы вы получили. Итак, две практики в этом видео. И если вам понравилось видео, ставьте лайк, делитесь с друзьями. Жду ваши ответы в комментариях. А пока проходите бесплатный тест по ссылке под этим видео. С вами была Галина Турецкая, эксперт по лишним килограммам.